Коммунальщики и приставы начинают активно бороться со злостными неплательщиками. Арест за долги накладывают на зарплатные счета, либо конфисковывают имущество. Наш корреспондент Алина Сануева сегодня побывала в одном из рейдов. На звонки в домофон не отвечает. Дома должника не оказалось. Зато его машина стоит прямо во дворе. Приставы в присутствии понятых ее осматривают, опечатывают и готовят к эвакуации. Владелец авто задолжал 118 тысяч рублей. Из них 60 за неуплату услуг ЖКХ, остальные 58 соседу этажом ниже за то, что затопил его квартиру. Буквально через 15 минут на месте появляется сын неплательщика. О долгах за квартиру мужчина якобы не знал. Зато охотно рассказывает про конфликт с соседом. Говорит, сумма, запрошенная за косметический ремонт после затопления, преувеличена. Поэтому решили вместе с отцом повременить с оплатой. Как бы, ну, по-нормальному хотел это решить. То есть я не отказываюсь, что, допустим, какие-то деньги я там должен. То есть я хочу нормальный, адекватный ценник у него высудить. То есть я вообще не понимаю, что это происходит. То есть его, ну, постоянно вот такие давления такое идет. Повременить с оплатой решили и за квартиру. В жилфонде поясняют, с января этого года ни одного платежа не было. По словам специалистов, конфискация имущества – это уже крайние меры, которые применяют исключительно к злостным неплательщикам. Каждый месяц только жилфонд подает около полутора тысяческовых заявлений. При этом сотрудники уверяют – выход есть всегда. Нужно только идти на контакт. В любом случае, при наличии любого долга, любого периода, можно обратиться в свою управляющую компанию, объяснить ситуацию. Ну, все понимаем, случается всякое в жизни. И в любом случае мы вместе с должником найдем какие-то варианты выхода. Мы можем предоставить рассрочку, либо какие-то иные способы погашения этой задолженности. Теперь хозяину Тойоты помимо полного погашения всех задолженностей придется еще оплатить исполнительский сбор за работу приставов. Это 7% от суммы долга. По закону в течение пяти календарных дней должник может полностью погасить свою задолженность и вернуть имущество. В противном случае конфискованное выставляют на торги, а затем и на продажу. Судьба этой Тойоты еще неизвестна, пока она отправляется на стоянку. Алина Сануева, Валерий Чащин, 7 канал.